Друзья, значит, это школа Бовсыновского, новое направление, которое у нас уже идёт довольно успешно. Kotlin Lang, сайт spb-retout.ru. Сайт есть в описании видео. Собственно, мне очень отрадно. Во-первых, в группе я смотрю, что ребята относятся очень серьёзно. Пусть сейчас мелкий шрифт, но главное понять суть. Вот Дэн Южик прислал домашнее задание. Kotlin язык очень красивый, стройный, простой и очень мало текста. Прежде чем перейти дальше к сообщениям, я покажу вам, хоть на сайте есть суть, но чтобы больше суть была. Мы идём, вот лично я двигаюсь к следующим курсам. Изучение Kotlin. Следующий шаг. Изучение Android Studio. Следующий шаг. Изучение Kotlin серверная часть. API JSON, да? Плюс JSON и блокчейн. И вот здесь уже можно собирать полноценное приложение по технологии блокчейн. А теперь я перейду к радостям. Ну, радуются ребята. Сейчас вот покажу последние вещи. Секундочку. Это обсуждение. Это обсуждение. А, ну вот. Я собрал первое приложение из скрипта, где мы жали на кнопку, чтобы показал сообщение текст и установил его на телефон. То есть, ура, заработало. Ну, ведь всё с этого начинается. Сейчас сообщений немного я удалил просто, но учитывая, что это суббота, ребята всё равно, смотрю, занимаются в школе. А теперь я задам вам несколько вопросов. Вы знаете, меня, если вот самого, очень сильно воодушевляет это направление, потому что сегодняшний день практически самое дитё уже имеет смартфон. То есть, растёт то поколение, которое будет просто с смартфонами по жизни. Поэтому неудивительно, что рынок смартфонов, рынок мобильных приложений, он просто растёт. Но, допустим, на сегодняшний день очень мало приложений по технологии блокчейн. Там очень много плюсов. И мы о них будем говорить и будем разбирать полностью эту технологию. Сейчас я хочу задать вам несколько вопросов, ребят. Вот подумайте, что вас остановит. Вот есть желание, да, если бы не было желания, я думаю, вы бы не смотрели это видео. Есть желание программировать, да. Есть желание программировать мобильный контент. Есть желание делать мобильные приложения. Есть желание делать по технологии блокчейн. Остаются какие вопросы? Остаются вопросы. А вдруг не получится? А вдруг что? Ребят, я вам сейчас скажу очень важную фразу. Запомните. Человеку нужно, чтобы в него верили. И помните, я верю в каждого из вас. Почему? Почему я верю? По одной простой причине, потому что язык мы проходим. Но очень подробно. Вы видите, с домашними заданиями справляются все. Ну, давайте посмотрим один из уроков, да. Трудно не справиться с этим домашним заданием. И трудно не выучить язык. Во-первых, конечно же, здесь, на этом портале, так как у меня уже, по крайней мере, восьмилетний опыт программирования, Немножко вы не найдете поднесения материала, как в книгах, да. Что сначала там изучаем язык, потом учимся программировать. Ребят, все здесь вместе. Давайте я просто покажу на примере. Вот если мы возьмем один из курсов, чтобы было понятно. Трудно не сделать. Базовые типы котлин. Двенадцатый курс, вы его даже найдете. Здесь я описал, что важно вынести после просмотра курса. Числовые типы, какие бывают. Какие типы используются по умолчанию. Функции преобразования. Преобразование одного типа в другой. Понять, что такое тип чар. Побитовые операции. Дальше переходим к курсу. Смотрите, вы смотрите курс. Спокойно проделываете, где все очень понятно. Но на этом работа не заканчивается. В курсе я много времени отдаю тому, что рассказываю, как стать программистом. Потом я предлагаю почитать доки. То есть это не документация в полном смысле слова. Перед тем, как делать видеоурок, я делаю полноценные конспекты. Кстати, по джангу я так не поступал. Ну, просто здесь тема настолько объемная, что я не хочу ничего упустить. И поэтому обязательно все конспектирую. Смотрите, практически когда вы посмотрите курс, например, и почитаете. Конечно же, вы будете разбираться. Но это еще не все. Ведь если вы думаете, что здесь просто, допустим, в этом курсе, ну, я взял там и рассказывал, как мы рассматривали числа, делить, умножать. Ребят, да это вы и сами сможете. Здесь ума не надо. Если вы посмотрите курс, то на самом деле мы здесь застреливали внимание на двух вещах. Это, как вы видите, функции преобразования, преобразования на преобразовании и на проверках. То есть мы уже делали код, мы делали код для того, чтобы программировать. Моя задача, допустим, в данном курсе было в первую очередь направить вас в правильное русло. Сейчас я... И сразу мы... Я учил вас не просто переводить, а создавать проверки. Это язык со статической типизацией. Поэтому надо все, что может, можно проверить, всегда лучше написать проверку. У вас всегда будет уверенность и подсказки. То есть мы сразу программируем, ребят. И бояться не надо, ведь все объясняется. И сразу же, допустим, мы проходим уже ту же Android Studio. Но ведь это же потрясающе. И пока вот открывается Android Studio, уже вижу друг другу, ребята, помогают. Где-то я помогаю. Где тут вопросы за сегодня? Сейчас, секунду. Надо открыть полностью. Мы перейдем. Да, у нас в группе Google специально это очень классный инструмент, потому что участвовать могут все и всегда могут подсказать. То есть, да, что-то не запускается, но обсуждают, помогают. Где-то я помогаю, где-то другие ребята. И все решается, ребят. Это же потрясающе. Уже есть первые уроки, ребята начали делать. Мы уже разобрали, как работать там с API, первые приложения. Потихонечку идем с Android Studio. Здесь какая задумка? Я уже закрою. Задумка такая. Код. Работаем с Kotlin кодом и сразу проверяем в Android Studio. Это классно. Я ребятам говорю, вот я... А, ну я еще до конца не сказал. Дальше идет код. Да, и дальше есть домашнее задание. Домашнее задание на самом деле очень продуманное и очень обширное. Например, в этом домашнем задании есть конкретный план. Вот как лучше всего поступить. Прочесть доки. То есть, в доках я тоже обозначаю, где надо почитать с Java. Java мы не трогаем, но надо, так как Kotlin все-таки работает от Java, но при этом он очень короткий, да? То я говорю, ребят, почитайте, чтобы вы понимали. Например, числа в Java, 8 примитивных типов. Это в Kotlin нету. Мы напрямую работаем с числами. Так почитайте, что это за типы. Это ж не сложно, но вы будете понимать. Посмотреть курс, походу записать. Я еще в курсе рассказываю, что обязательно сделать. Перейти к домашнему заданию. И в группе прямо ребята и сбрасывают домашнее задание, где оно расписано. Когда вы посмотрели курс, когда вы почитали доки, когда вы все это прогнали через себя, то, конечно же, у вас появляется опыт. Ребят, вы поняли, почему я верю в каждого из вас? Потому что материал, грубо говоря, настолько подробный. Ну, не научиться сложно. А ведь для вас открываются огромные перспективы. Это разработка мобильных приложений. Вообще на Kotlin можно сделать все, что угодно, на самом деле. Это язык общего назначения. Но у него есть две фишки. Это мобильные направления, при этом он включен официально в Android Studio. И серверная часть. Ну, а где серверная часть, там все ответы и сайты, и все, что угодно. Согласитесь. Так вот. Ребят. Подумайте, что вас останавливает? Какой у вас есть страх? Да не надо никаких страхов. Надо брать и делать. Делать столько, сколько есть времени. Есть час в день? Делай. Но здесь важно не количество времени, а регулярность. Лучше по часу в день, но каждый день. Или там позволяет работа через день, но регулярно. Не так, что раз в месяц. Тогда будет нарабатываться, потому что материал идет последовательно, от простого к сложному. И смотрите, какая у нас интересная дистанция. Котлин, Android Studio, серверная, JSON, блокчейн. То есть, по сути дела, у вас в руках будет отличная технология. И это может стать для многих из вас работой. В данном случае изложены те пункты, что вы можете сделать абсолютно любое мобильное приложение для себя, для компании, для какой-то организации, для каких-то складов. Ну, все, что угодно. При этом оно будет работать как часы. Просто большую часть работы за нас делает вообще Android Studio. Язык Котлин короткий. А короткий, вот кто первый раз столкнулся с этим видео, я покажу. Если вы нажмете главное, оттуда... А, вот оно, о проекте. Я не раз так показывал, показывал. Вот Кот на Котлин. Одна строка. А вот тот же Кот на Java. Есть разница. Котлин очень короткий язык. Просто все, что... И очень читаемый. Он делает... Все, что делает Java. Но на Котлин мы просто-напросто пишем сразу идею, которую мы хотим воплотить в программном коде. Нам не надо заботиться о сопутствующих геттерах, сеттерах, кто этого не знает. Но, грубо говоря, о дополнительных вещах. Не забывайте, просто-напросто Котлин современный язык. Java писался давно, ну, довольно давно, да. А в современных языках отказываются от точек, запятых, конца и стараются сделать язык для программиста. При этом язык настолько классный. Сразу его начали использовать крупные компании. Появилось сразу много приложений. Признала компания Google и взяла себе в Android Studio. А выпустилась язык та же компания, которая JetBriens, которая сделала программу по HR. Android Studio тоже. Ну, вот эту линейку IntelliJ, да, идея. Это линейку программ. Кому, как не им, разработавшим столько продуктов у Java, знать, как укротить Java. Это полностью классно работоспособный язык. При этом, ребята, я очень рекомендую изучать и Котлин, и Python вместе. Python находится в школе spb-tut.ru. Здесь, опять же, это не реклама, а рекомендация. Например, если бы я не работал с Django, то я бы не имел представления, как, допустим, работает серверная часть. Сегодня у меня нет страха, потому что я не первый, ни один сайт уже сделал на Django. То есть я понимаю, как работать с сервером, и мне понятно. И там же с Django я столкнулся, и с JSON, и со многими другими вещами, которые отлично работают со всеми языками. И тут тот же JSON, он везде JSON. Поэтому подумайте, что вас останавливает, какой страх. Не надо страхом, надо брать и делать. Я показал, что все довольно подробно. При этом не надо торопиться, надо идти в своем темпе. Важно, что цель будет достигнута. Вот это важно. В описании видео есть ссылка на сайт. Доступ здесь пожизненный. Поэтому берем и занимаемся. Ну, что непонятно, задаем вопросы в группе Google. Пропускайте, делайте домашние задания, делайте уроки. Все пропускайте через практику. Я все это показываю, все это проговариваю. И вот, что важный момент. Понимаете, это здесь. Я вот буквально недавно начал переделал, что все как бы по порядку. На самом деле, уроки идут, если смотреть, то совсем не по порядку. И я сейчас и это поясню. Мы как-то сначала создали первый файл Hello World, да, то есть на языке Kotlin. Потом изучили переменные. После переменных сразу перешли к функциям. И вроде бы здесь хотел, кажется, возразить, а мы еще не типов не знаем, а тут сразу к функциям. Но, как оказалось, что я оказался прав. Познакомившись с функциями, мы уже сразу написали в Android Studio первую функцию. Я сказал, ребята, мы не учим язык. Мы сразу учимся язык и учимся писать код. Сразу же. Потому что, допустим, мой опыт обучения уже позволяет. Я не отталкиваюсь от книг. Я не отталкиваюсь от чего-то такого. Я отталкиваюсь от здравого смысла. Вот, допустим, почему сразу к функциям? Потому что, ага, функция, во-первых, когда разбираешься с Kotlin, и первое видео есть здесь на сайте, где я рассказал в быстром старте Kotlin, тут вверху есть видео, что такое Kotlin. Аж 50 минут. И вы увидите, что здесь функция настолько широка. И функцию притянуты многие вещи от других языков. То есть, это королева. Здесь, возможно, немыслимые вещи. Здесь даже, возможно, такие вещи, что можно взять кусок функции, и он будет работать в другом коде. Это очень круто. Так вот, если вы спросите, а почему? Потому что я подумал, так, лучше всего пройти функции. И вот сейчас мы потом пошли типы, но работаем, если вы обратили внимание, с типами в пределах функций. То есть, это одно дело изучать там, как строчка, вот так вот сложить, разделить и так далее. Но это не даст человеку начать программировать. А вот когда мы начали с функций, и сейчас мы начали работать в этом уроке с числами, я говорю, ребят, да, сложить, разделить, ума здесь не надо, сами потренируйтесь. Я говорю, давайте мы лучше что сделаем? Научимся переводить. В данном случае, вот, со строки мы перевели в, значит, в интеджер, в целое число. И показал, как делать уже первые проверки, перехваты. То есть, то, что это уже дает нам направление, то есть, куда смотреть, это правильный код. Это уже код, который работает. И вот с таким подходом мы и двигаемся, то есть, нарабатываем все в пределах функций, в пределах функций, в пределах функций. Все, что мы не проходим, мы делаем в пределах функций. При этом расширяем понимание самих функций, применение кода, все это происходит постепенно. И так, так, нарабатывается реальность. Поэтому я и сказал вам, ребята, есть человек, который верит в вас. Это я. Если рядом с вами есть человек, который в вас верит, то у вас обязательно получится. А получится, потому что я вам объяснил, подход не бездумный, подход цельный, подход с позиции опыта, подход с позиции здравосмысла. То есть, я понимаю, что основная цель – это чтобы человек сразу программировал. Не потом учился, а мы сразу программируем. То есть, это просто не обучение, а приобретение навыка. Навыка, который просто у вас с каждой строчкой кода укрепляется. Ну а цель у нас, план, очень четкий. Когда есть четкий план, ребят, его всегда легко достигать. Не в плане, что там ничего делать не надо, а в плане четкости определения задач. Когда есть четкий план, и мы по нему идем, конечно же, любой человек, у которого есть план, он может пройти и достичь цели. Потому что он понимает, зачем, понимает каждый шаг. Вот вы, наверное, поняли мою идею, мою мысль. Поэтому, ребят, кто с этого видео начал, описание видео. В описании видео нажимаете еще, да, внизу на ютюбе, если вы не на сайте смотрите, и переходите по ссылку. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. И делаем шаг за шагом. Шаг за шагом спокойненько, и все обязательно получится. Спасибо вам за доверие. С вами был Валерий Бовсуновский. Да, ребят, я веду обучение уже, то есть, именно по программированию с 2013 года. Довольно долго. При этом большое количество людей начало программировать. Я много лет уделял только Python. И со знакомством с Kotlin у меня не горели глаза. Вот у меня загорелись первый раз глаза в 2009 году, когда я начал изучать Python. Python, конечно, надо выучить. Это язык, палочка-выручалочка. И вот сейчас загорелись глаза, действительно, когда я изучил Kotlin. Меня всегда манила Java, но сам язык Java мне не нравился, потому что, ну, он хороший язык, но мне противоречит писать портянки кода. Но не люблю я писать много кода. Чем мне понравился Python? Ты сразу выражаешь мысль. Так вот, Kotlin, как в Python, очень короткий язык. При этом он язык со статической типизацией, с очень огромными возможностями. Ну, здесь на сайте есть что почитать. И сайт постоянно, уроки добавляются. Я смотрю, что говорю, выходные ребята занимаются постоянно. Вот именно в Kotlin, а здесь в основном большое количество ребят со школы Django, вижу, что интересно, потому что постоянно демонстрируются результаты. Первая программа, первый код, но все это делается с пониманием. Что вам не хватает, чтобы начать? Да на самом деле, ребята, все у вас есть. Если вы хотите, то я вам говорю, надо просто делать. Вот и все. Присоединяйтесь и делайте. Рассуждать будете потом. Я вам сказал, что важна регулярность. При этом вы же хотите быть программистом. Вы же хотите кто-то программистом. У кого-то это хобби. Ребят, так это же хобби очень крутое. То есть, когда я вам показывал человеку, который запустил первую программу, она работает, работает быстро, потому что сделана в Android Studio, у которой есть все эмуляторы, на все телефоны плюс современные. То есть, там практически Android Studio тоже, кто открывает, изначально кажется, что Android надо много учить. Нет, информации довольно много. Но учить много на самом деле не нужно. По одной простой причине, что большую часть работы, та же Android Studio, и я показывал первые уроки уже, она делает за нас. Она делает за нас. То есть, есть в Android Studio такая вещь, как практически дизайн. Если бы вы делали не в Android Studio, все бы вот те же баттон, тоггл баттон, чекбокс, вам пришлось бы программировать. Здесь этого делать не надо. Да тупо взял и перетянул. То есть, мы полностью, и значит нам API не надо учить. Все вот эти вещи нам тоже не надо учить. Здесь море возможностей. Наша задача, грубо говоря, мы перетянули, только написать, что мы хотим делать с этой кнопкой. Конкретно для этого достаточно изучить Kotlin и сразу приступить к программированию. Поэтому я и остановился на Android Studio. Хотя, это мой не первый опыт. Сначала я делал... Сначала я делал... Kiwi под Android. То есть, я начал с этого, библиотеки Kiwi. Хорошая, мощная библиотека. Ну, когда я понял, я вообще работал с ней для чего? Для того, чтобы для себя понять, буду я работать с этим направлением или нет. Но когда в жизнь вошла технология блокчейн и уже начали разрабатываться смартфоны под блокчейн, я понял, что, во-первых, мне нравятся Android-приложения, во-вторых, то есть, к Android надо подходить очень серьезно. И именно тогда уже я понимал, после уже, когда я поработал с Kiwi, и вот, допустим, в Kiwi приходилось все писать в коде, те же кнопки, и тогда я понял, нет, все-таки Kiwi классная вещь. Вот чем мне нравится Python. На Python можно даже было хотя бы Kiwi тоже попробовать, то есть, написать приложение, потому что я уже знал код Python, мне это было несложно. Но я понял, что мне надо инструмент мощнейший, а мощнейший, чем Android Studio, на сегодня нет, причем это совершенно бесплатный инструмент. Я понял, что должно, чтобы достичь успеха в этом направлении, значит, достаточно тогда Kotlin, инструмент Android Studio, опять же, Kotlin это относится в серверную часть, и сосредоточиться на блокчейн. То есть, мое внимание должно быть основное, сосредоточено на блокчейн, но ничего не должно отвлекать меня от цели, да, то есть, от конкретно построения приложений. Поэтому я и выбрал эти инструменты. При этом Kotlin является официальным языком в Android Studio. именно компания Google его включила в платформу Android. Я думаю, вы меня услышали. Тогда задаю вопрос еще раз. Что вам мешает? На самом деле, ребята, ничего не мешает. Ничего с неба само не свалится. Для вас есть две вещи. Первое. Вы не знаете, с чего начать. Ну вот, я вам рассказал, с чего начать. Переходите по ссылке, получаете пожизненный доступ и начинаете заниматься. Второй момент. Получится ли у меня, вы спросите. Конечно, получится. Я вам рассказал. Конечно, получится. Ну что ж, не получится, если все разжевано. От вас что надо? Регулярно. Я сказал, не надо никуда торопиться. Занимайтесь регулярно. Все обязательно получится. Заходите на сайт, получаете доступ и вперед. И с ребятами обсуждайте, что непонятно. В группе спрашиваем и радуемся успехам друг друга. Спасибо за доверие.